У стадиона «Нефтяник» в субботу вечером загорелась квартира в четырёхэтажном доме на самом верху. Соседи о пожаре узнали благодаря прохожим, которые заметили пламя из кухонного окна. Пожарные бросили силы на проверку дома сразу с двух сторон. Один караул обследовал чердак, перекрытие в старом здании деревянное. Нужно было удостовериться, что огонь не проник и дальше. Со стороны двора приставили ещё одну автолестницу. По ней расчёты и попали в горящую квартиру. В жилье никого не было. Хозяин появился после того, как ему позвонили соседи. Оказалось, что квартиру он сдаёт в наём семейной паре. Сам тут бывает редко. Но связаться с арендаторами не удалось. Телефон не отвечал. Оставалось только строить предположение, что могло воспламениться в запертом на ключ жилье. Вот там вот печка, тумбочка. На ней что-то стояло электрическое. Помимо пожарных нашлась работа и для представителей других спецслужб. Сотрудники «Крайгаза» приехали, чтобы перекрыть пропановый стояк. Но больше других жильцы подъезда ждали появления слесаря. На нижние этажи сперва просочилась вода, которой пожарные заливали горящую мебель. А через несколько минут с потолков хлынул горячий поток. Это прорвало оплавившуюся пластиковую трубу отопления. Я живу внизу, затопили полностью у меня. Вы под ними живёте, да? Да. Двумя квартирами огненно-водные разрушения не ограничились. Вскоре кипяток дошёл и до первого этажа. Квартиру владельца которой первыми и позвонили в пожарную часть. Никто не шумел, мы вообще ничего не слышали. Мне позвонили на первый этаж, мне по домофону девушка позвонила, говорит, у вас четвёртый этаж над вами горит, делайте что-то. Я пожарных вызвала. Прям пламя? И всё, да, ну дым ушёл. А вы в какой комнате купили? Мы под вами на первом этаже живём. Ну и до вас зашло тоже? Ну, конечно, у нас всё заливает там. Работа спасателей была закончена спустя час. Устранение последствий ЧП заняло и того больше. Без отопления жильцам трёх нижних квартир пришлось обходиться чуть меньше суток. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Виталий Векслер.